Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Если кто не знает, я делаю видеоуроки скринкасты по, да по-моему, по всем программам, которые существуют на Земле. Ну конечно не по всем, но сделано уже немало. И сейчас я понял, что скринкастов по каким-то темам бывает недостаточно. Даже если это серии, они все равно выглядят немного разрозненно и мы решили запустить новый формат. Что-то среднее между скринкастами и онлайн-курсами, где какую-то тему я постараюсь охватить максимально полно. Сейчас я говорю много, но не волнуйтесь, все остальные курсы будут без воды, как я привык и, надеюсь, привыкли наши подписчики. Но здесь я все-таки буду говорить чуть больше и действовать чуть медленнее. И сегодня мы стартуем тему Google Ads или Ads. Если кто не знает, это реклама в Google, а реклама, как известно, двигатель прогресса. И опять же, если кто не знает, в Google есть реклама. И зарабатывает он на ней весьма неплохо. Точных цифр не скажу, но это десятки миллиардов долларов. А реклама в Google – это контекстная реклама, то есть то, что появляется в поисковой выдаче на первом месте вот здесь. Ну или на первых местах в зависимости от конкуренции по запросу. Ссылки помечены как реклама и деньги с рекламодателей списываются за каждый заход. Вот сейчас мы разорили компанию Restore где-то на 30 рублей. А то и больше. Далее – это реклама в контекстной медийной сети Google, то есть вот такие баннеры на сайтах партнеров Google. Сайтов очень много, баннеры красивые. И видеореклама – то, что включает, например, YouTube перед показом, а то и во время показа ролика. Видеорекламы мы касаться точно не будем. Это весьма сложно и дорогое в производстве развлечение. Хотя о видео два слова я все-таки скажу в свое время. Рекламы в контекстной медийной сети мы также касаться не будем. Поскольку при заведении рекламного аккаунта в Google Adgrants реклама в контекстной медийной сети запрещена. И тут мы переходим ко второй части нашего сегодняшнего видео. Вроде мы говорим о рекламе и при этом за моей спиной сейчас три девочки, по-моему индуски. И кажется, что к рекламе это не имеет отношения, поскольку реклама это скорее Бентли, небоскребы, но Google Ads мы будем рассматривать в контексте Google Adgrants. Поэтому всем, кто не имеет отношения к НКО, благотворительным организациям и так далее, я предлагаю это видео не смотреть, а смотреть сразу следующее, которое выйдет завтра. Но смотреть обязательно, поскольку в принципе Google реклама за деньги по программе Google Grants практически ничем не различаются. Там есть только одно ограничение, цена за клик по программе Adgrants не должна превышать 2 доллара. Ограничение на самом деле серьезное, мы будем говорить, как действовать эффективно с учетом этого ограничения и даже как его обойти, но в остальном все одинаково. И сегодня я расскажу, что такое Adgrants и как его можно получить. Как сюда попадают, ну как несложно догадаться через Google. Я вообще советую чаще пользоваться поиском. Первая же ссылка это Adgrants. Можно пробежаться по закладкам, но в принципе все сводится к двум вещам, точнее к трем. Первое главное – 10 тысяч долларов в месяц. К сожалению деньги виртуальные, вы не можете их вывести и потратить не только на себя, но и на нужды организации. Вы можете тратить их только на рекламу в Google. Второе – это страна. Россия здесь есть, но нас смотрят я знаю много людей из Украины, так вот, Украины тут нет, что честно говоря мне показалось странным. И третье – это ограничение на деятельность организации. Это собственно главное, что нужно знать. Но это можно прочитать уже здесь, перейдя к оформлению, то есть зарегистрировавшись. Да, и еще у вас должен быть сайт. Ну это и так понятно, но сайт должен быть хорошим. Список требований к сайту я также оставлю в описании. Но, во-первых, на чем могут столкнуться сайты небольших НКО – сайт должен открываться по протоколу HTTPS. Про то, что это и как настроить у меня также есть скринкаст. Ссылка в описании. Что касается регистрации. Аккаунт не должен быть уже зарегистрирован в системе как аккаунт НКО. Это понятно. Ну и я бы не советовал вам регистрировать НКО на личный аккаунт. Всякое может случиться. А создать какой-то корпоративный, никому не принадлежащий и завязать на него и аналитику и так далее. Я использую свой тестовый, тем более, что следующий шаг будет последним. Дальше я не пройду. Ты не пройдешь, как говорил Гендель. Кстати, по аккаунту надо, конечно, добавлять резервную информацию. И вот, собственно, ограничения. Ну, во-первых, государственные учреждения. Это понятно, их и так неплохо кормят. Во-вторых, образовательные, в-третьих, организации в сфере здравоохранения. Тут имеется в виду не все, что связано со здравоохранением, поскольку понятно, что 90% НКО так или иначе с ним связаны, а непосредственно клиники, больницы, ну, в общем, медицинские учреждения и врачебные ассоциации. Ну и все. Нас просят ввести ключ доступа к тех СУП и дальше я, собственно, и не пройду. Поскольку у меня нет в запасе ни одной некоммерческой организации без Google Ad Grants. Но в целом алгоритм я знаю, тем более, что дальше вам нужно получить токен или ключ доступа у нас. Поскольку программа Тепло Диджитал курирует теплица социальных технологий. О том, как регистрировать НКО по программе Тепло Диджитал и где взять этот токен, у меня есть отдельный скринкаст. Ссылка в описании. Процесс занимает около пяти рабочих дней и дает доступ не только Google Ad Grants, но и куча других сервисов не только от Google. Не всегда бесплатно, но в любом случае с большой скидкой. После введения токена вас еще раз проверят уже в Google и даже могут отказать, но тут шансы на отказ минимальные. Потом вам нужно будет завести рекламную кампанию хотя бы с одним объявлением и хотя бы с одной целью и вновь отправить на утверждение. В принципе весь наш курс этому и посвящен. Я расскажу, как создать аккаунт, как создавать правильное объявление, как выбирать ключевые слова и так далее. Поэтому, посмотрев наш курс, вы вновь вернетесь к началу, к этому пункту отправить на повторную проверку. Ну а подойдете уже с багажом знаний, которые не только помогут вам эту проверку пройти, но и помогут настроить дальнейшую рекламную кампанию. А если непосредственно это действие будет вызывать у вас сложности, пишите в комментариях. Сделаю отдельный скринкаст и в описании появится еще одна ссылка. Как нажать на кнопку «Отправить на проверку». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова